Всем доброе утро! Сейчас, знаете, куда собираюсь удалять зуб. Зуб мудрости давно я его все планировала. И все какие-то у меня были препятствия. То коронавирус, прям накануне коронавирус, помню, хотела удалить. Но мы потом заболели, так я опять отложила. Вот сейчас записалась, поедем. Посмотрим, что в этот раз получится. Как мне его удалят, не знаю. Будем надеяться, что хорошо, удачно. Но сегодня такое интересное происходит. Я не знаю, может это на фоне вот этого нервного напряжения. Сейчас вам покажу. Вот, представляете, что произошло. Открываю утром жалюзи. И смотрите. Не знаю, против света видно вам или нет. Ну, в общем, вот эта веревочка, которая открывает нашу жалюзи, она у меня оболвалась. Что это такое было, не знаю. Теперь надо где-то искать. Впереди праздники. Доброе утро. На завтрак у меня винегретик. Вот такое диетическое блюдо. Сейчас еще пьем вот такой витамин С. Мы пьем, вернее, с полинкой. Она приболела. У них же вот все в классе заболели. Здесь вот 500 миллиграмм. Мы пьем по схеме. Когда только-только у нас болело. Там первые два дня по 2 грамма. Следующие дни по грамму. И в последующие дни по 500 миллиграмм. Я тоже для профилактики пью. Они идут в капсулах. Видно вам нет. Сейчас позавтракаю. Ну, вот такие капсулки. И расскажу вам свои приключения. Почему у меня не открывается рот. Совсем приятного аппетита. А Полина здесь рисует. Вся в творчестве. Сейчас вернулась она из музыкальной. Даже на выходных занимаются музыкой. Наш художник. Наш художник творит. Ну, пусть творит дальше. Тут недавно вспомнила. Полинка ходила на семинар в музыкальную школу. По хору был семинар. Но я никогда не думала, что им там, на этом хоре, могут дать благодарность. Вот ей конкретно за это участие. И еще, смотрите, подарили вот таких две шоколадки. Кстати, очень приятно. Полинка очень довольна. Так что вот такое событие. Даже хор оценивается. Никогда бы не подумала. Скорее, пола позавтракала. Давайте расскажу свою историю. Что же у меня произошло. Ну, как вы поняли, пошла я удалять зуб. Я пошла. Это эпопея с этим зубом. Зуб мудрости, кстати. Затянулась на несколько дней. Начну все по порядку. Извините за мой внешний вид. Помыла голову, но сил нету, не укладываться, ничего. Посушила и все. После моего этого коронавируса, вообще, очень сильно я заметила, мне подействовало на зубы. Вся эта ситуация с этим вирусом, ну, сами знаете, у кого, на что и как. Кстати, напишите в комментариях, если у вас, вы сами, или ваши знакомые, родственники, переболели, на что у вас, ну, скажем так, пошло осложнение. Ну, не то, что осложнение, а где начался, скажем так, сбой в ваших каких-то органах. У меня вот зубы. Я уже говорила неоднократно, что вот после этого коронавируса ныли, ныли, ныли зубы. Вот. Потом один у меня откололся. Начались проблемы с ногтями. Очень ломаются. Даже вот при всем, при том, что я сейчас начала пить, уже кальций. Ну, понятно, что это все надо проделывать в течение какого-то определенного времени, да. Тот же кальций должен поступить, и D, и фосфор. Ну, в общем, сами понимаете, очень много микроэлементов различных. Все в нашем организме взаимосвязано, поэтому за короткий срок восстановить этот кальций невозможно. Ногти вот до сих пор, кстати, ломаются. Ну, вот и проблемы с зубами. Ну, который вот зуб мудрости, он у меня уже давно назревал еще до коронавируса. Я его планировала удалить. И, кстати, я помню, что я его хотела удалить именно вот в феврале этого года. И, знаете, так интересно получилось. Помню, все запланировала. Думаю, вот в этот срок иду удалять зуб. И, и через какой-то промежуток времени я узнаю, что мы заражены, да, что у нас коронавирус. И, слава богу, я не пошла удалять зуб. Представляете, если в процессе, то есть момент заражения как бы уже получается был, но симптомов не было, да, вот наш инкубационный период, там, примерно две недели. Вот, например, примерно две недели, если бы я пошла удалять зуб, а я была настроена решительно, я хотела его удалять, представляете, что было бы? Вот этот вирус, рана, все, я даже не представляю, что бы произошло. Слава богу, меня кто-то отвел, и я не пошла в этот момент удалять. Ну, естественно, потом я ждала, когда все, ну, выстрелим, все это уляжется, хотела через месяц идти удалять зуб, но тоже думаю, ну, пока рано, рано, после коронавируса, рано. Ну, еще настал день, пошла, сейчас, накануне Пасхи как раз. Понятно, что Пасха прошла, как говорится, меня, рассказываю сам момент моего посещения зубного врача. Пошла я в платную клинику, сразу скажу, у этого доктора, эта женщина, я уже один раз удаляла год назад зуб, но он был небольшой, поэтому без проблем все это получилось. Этот раз пошла удалять зуб мудрости. Сами понимаете, все-таки очень далеко расположен, такой он помощнее, корней побольше. Пошла тоже к ней. Но хочу рассказать о своих приключениях в этот день. Этот день, да, представьте, я его даже планировала по лунному календарю. Это было 29 апреля. Убывающая луна, думаю, ну пойду по лунному календарю. И что вы думаете? Ничего не вышло, поэтому лунному календарю. Во-первых, встаю я утром, открываю здесь же, на кухне, жалюзи, открываю, и они умерутся. Думаю, нехороший знак. Ну, думаю, ладно, но мало ли, тем более, я уже настроилась, понимаете, я уже, ну сколько можно откладывать, то, 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 то. А я уже, знаете, теперь думаю, может у меня вот это все то коронавирус, то вот сейчас какие-то препятствия происходили. Наверное, это было намекно, то не иди к этому врачу. Но все-таки я пошла. Пошла. Так, значит, первое препятствие это было, порвалась вот эта веревочка на жалюзях. Первое препятствие. Второе препятствие. Я же была записана на определенное время, на определенный час. До этого я спешила монтировать фильм. И вы не поверите. У меня уже половина фильма записалась. Прямо вот ровно половина. Ну, понятное дело, как бы я спешила, да, хотелось, чтобы фильм записался побыстрее до того, как я уйду в больницу. На удаление. Фильм записывается. фильм половина записывается. Тут бац! И отключается компьютер. Я вообще сначала не поняла, в чем дело. Потом смотрю, понимаю. Ну, это белый день, поэтому, как бы, свет нигде не горит. Я сразу не поняла. потом чувствую, что отключили свет. Звуки пошли с кухни. Но самое интересное, что через секунду свет включается. Я не знаю, что это было. Какое-то замыкание или что. Но дело в том, что фильм тоже дальше не будет записываться. Это надо начинать сначала. Это одно. Второе, вот я вам сказала, что купила ноутбук. Думаю, надо же его тоже, как говорится, пока гарантия есть, надо его проверять в деле. И я тоже решила там записывать фильм. То есть, два фильма одновременно. На компьютере, я вам сказала, сорвался фильм, отключили свет. Но здесь тоже уже начал записываться фильм на ноутбуке. но сами понимаете, что такое ноутбук. Он от розетки, но если он подзаряжен, то он будет работать. Поэтому он не отключился. Ну, слушайте дальше. Я настроила, значит, на компьютере. Тут я ушла на кухню, что-то по своим делам. Может, завтракать, может, еще что-то, я уже не помню. Возвращаюсь в комнату. У меня сорвается фильм на ноутбуке. Я не знаю, что там произошло, но он сорвался. Мне уже это стало не смешно. Два фильма. У меня такого в жизни никогда не было. Никогда не было таких препятствий. Понимаете, это уже третье препятствие за утром. Перед тем, как мне эти лечить удалять. Ладно, с этим разобрались. Фильм записали. Слава Богу, препятствия были. Ухожу на удаление. Ушла. делает она мне уколы. Укол меня не берет. Первый. Надо делать вторую заморозку. Хотя вот здесь все ощущаю, здесь заморозилось язык, губа, все. Но она начинает, пытается удалить зуб. Я чувствую такое впечатление, как будто где корень, да, нерв проходит. я это чувствую. Естественно, об этом я и говорю. Она делает третью заморозку. Эта заморозка тоже меня не берет. Она делает предположение, ой, у вас, наверное, низкий болевой порог. Я нет. Всю жизнь лечила, удаляла, все благополучно было, слава Богу. Но она говорит, больше трех заморозок уже делать нельзя, естественно. И она мне говорит, ну, трогать я не буду, поставлю мышьяк на этот нерв. Хотя он у меня не болел, в принципе. Ну, был там, да, оголенный нерв, но он у меня в целом не болел, как бы, зуб. И говорит, я вас отправляю в Тулу, областной город. Не пойму, почему в Тулу у нас есть тут в городе тоже другие стоматологические поликлиники. Ну, не знаю, думаю, наверное, они работают с Тулой. А там челюстно-лицевое отделение, если что, это же накануне праздников, понимаете, у нас же правительство сказало, с первой пятьдесятые выходные. Я уже, конечно, тут начинаю нервничать, ехать, не ехать, как это все будет, что это будет. Нам дают номер телефона, говорит, позвоните, с ними договоритесь. Прихожу домой, звоню, всем не отказывают. Звонила и в поликлинику в Тулу, и в стационар в Тулу. Бесполезно. Говорит, руки у всех одни, и вам и там могут удалить, то есть в вашем городе могут удалить этот зуб. Я вообще-то ничего не понимаю. Думаю, как же она тогда направляет в Тулу, если у них никакого договора с этой Тулой нет. Я думаю, у них какой-то договор, они там уже работу свою поставили, что принимают таких пациентов, скажем, по звонку. Нет, ничего подобного. При всем при том, что они мне дали телефон, который не существует. В общем, все такие минусы. Я, конечно, расстроилась по поводу этой платной клиники стоматологической. Я, конечно, не ожидала такого отношения. Вот. И что самое интересное, и она еще, вот этот врач, который мне сделал три заморозки в Семину, она на следующий день тоже на пять дней уходила, ну, там, за свой счет, я не знаю, но еще на отдых. Понятно, Пасха, праздники, все отдыхают. Вот. Ну, и как бы снять с себя ответственность, да, перенаправить в Тулу. Но Тулу меня не приняла. Что мне оставалось сделать? Пошла я в нашу государственную клинику поговорить с врачом и хирургом. Вот. Поговорила, сказала, что она мне поставила мышьяк. Он очень этому удивился. И говорит, зачем мышьяк? Если мышьяк поставил, поставил в артедите лечить зуб. Я говорю, ну, зачем зуб мне лечить? Она сказала, однозначно удалять его. Тогда, говорит, я не понимаю, зачем она ставила мышьяк. Он меня даже хотел в этот день удалить, но я просто как-то тоже побоялась. Думаю, ну, пусть мышьяк сутки постоит туда-сюда. Значит, пошла на следующий день. Он меня принял, конечно, всё. Но, знаете, вот, конечно, когда есть чем сравнивать, вот, как она мне делала укол и как он мне сделал укол, две больших разницы. Во-первых, ну, заморозка скажу сразу, одна и та же, то же самое лекарство. Но, скажу сразу, что он мне уколол буквально два раза вот этим шприцом, вот, значит, здесь где-то и ещё тоже здесь же. Ну, понятно, что в зуб, в десну, но вот с этой стороны, с этой стороны у меня и со стороны языка ничего не делала. Она мне колола. Со стороны языка колола, со стороны с этой колола. Ну, знаете, она когда мне колола, мне было так странно, такое ощущение, как будто она мне колет в кость, в зуб. Я ещё на неё даже переспросила, я говорю, вот что, мне зуб укололи. Нет. Но было впечатление такое. Он когда колол, таких впечатлений не было. То есть, всё как положено, в десну и всё. Два раза колол, понимаете, два раза. Когда она мне колола, у меня вот здесь очень сильно онемела, но когда она мне пыталась удалить зуб, я как вам сказала, я чувствовала. Он когда сделал заморозку, одну сделал заморозку, я не почувствовала, что прям сильно онемела. Было лёгкое онемение губы, было лёгкое онемение языка, всё. Пришёл мой, как говорится, моя минута, я села в кресло, он мне начал удалять. Он тоже так интересно удалял, он зашёл сзади, но всё-таки восьмёрка, да, скажем, массивный зуб и далеко расположен. Вот, здесь одной рукой за челюсть, а сзади он, получается, мне взял щипцами и начал удалять. Вот, всё было без боли. Вы понимаете, просто простое удаление. Я ничего не почувствовала. Сказала ему огромное спасибо. Вышла. А, я ещё забыла сказать, промежуток между, как я сходила к врачу в плотную клинику и что ничего не получилось, придя домой, позвонив Тулу, тоже, значит, мне там сказали, нет, мы вас не примем. И перед тем, как я пошла на консультацию, этот, в этот день я вам всё описываю, и на консультацию пошла к хирургу, то есть, я ещё к нему пошла не удалять, а только консультироваться, удаляла нас лишнюю. Вот в этот же день, находясь ещё дома и не дойдя до хирурга на консультацию, у меня, знаете, что происходит? Ну, там чуть-чуть, конечно, тоже поучаствовала Полинка, включала компьютер, но не важно. я не скажу, что она виновата, нет, я не знаю, что в этот день было виноватым, наверное, что-то было в этом дне. Прикол был в чём, включаем компьютер, он, типа, включается, но экран монитора не включается, чёрный. А как бы тоже это всё накануне праздников, да, ещё раз повторюсь. У меня тут ещё заморозка, вот её отходит, начала, типа, отходить, я ещё такая, вся никакая. Сейчас с вами разговариваю, мне уже тяжело, нагрузка пошла. Вот я не могу сильно открыть рот, это вот прям катастрофа. Не включается компьютер, будем надеяться, что будет меня слышно, не включается компьютер, но что мне остаётся делать? Брать процессор, ехать в компьютерный центр, на проверку. И вот процессор я взяла, сначала заехала в стоматологию проконсультироваться с хирургом, проконсультировалась, поехала в компьютерный центр. И представляете, какой прикол? Так, включают компьютер, говорят, всё работает. А мне тогда вопрос, а что, тогда монитор перегонил? Хотя монитор не так давно тоже я купила, вряд ли я бы на него подумала. Он тогда говорит, ну, такое вполне возможно, вы проехались, да, потрясли этот процессор, может, какие-то где-то контакты отошли, говорят, вполне возможно, что вы приедете, включите, и у вас будет всё работать. Но, с одной стороны, успокоило, одно радует, что может быть заработано. Да, приехала домой, включила, всё заработало. Одна радость. Но хлопот очень много было туда-сюда, врачу туда-сюда. Этот был такой безобразный день. Я не знаю, какая там убывающая луна и что хорошего, но для меня это было ничего хорошего. Я, знаете, делаю вывод какой. Может быть, моё внутреннее напряжение передавалось, а может, это было, ну, типа, как предупреждение, что ли, не иди к этому врачу. Вот у меня лично так складывается моё мнение после произошедшего. Ну, всё, вот на следующий день я сходила, я вам рассказала, удалила меня благополучно, всё хорошо. Ну, после этого это уж, конечно, что дальше происходило, это уже не зуб, не он виноват, там всё хорошо. Тут началось другое, что отходить стало с заморозком. Представьте, накануне я сделала на три заморозки, это как-никак такое сильное лекарство, да, с заморозком, ну, импортное, да. Три. Ещё неизвестно, куда она метанколога. На следующий день четвёртый. И вот после этих двух дней началась следующая эпопея. Ну, понятно, рот у меня не открывается. И я бы даже не сказала, что у меня болит дистан, где удалили зуб. Там всё нормально, всё терпимо было. Начала другая эпопея. У меня заложила нос. Но я сначала, знаете как, прям этот же день после удаления, но я так подумала, думаю, тут поленка же вроде болеет. Ну, я думаю, мало ли, может, я от неё сразилась. Ну, сначала подумала, хотя сомнительно. Ладно, подумать, подумала, вечер наступает, мне вообще ужас какой-то наступил. У меня, и причём вот из этой ноздри, всё, что связано с этой стороной. Льётся вода, льётся, думаю, не пойму. Может, у меня аллергия на вот эти заморозки, может, мне их много сделали, я уж не знаю. Я говорю, ночью пошёл какой-то отёк, наверное, слизистый. Это продолжалось, наверное, два или три дня. Днём нос, ноздря заложено, то есть, просто не дышит, а к вечеру, к вечеру начинается литься из носа. Ну, это что-то. Вот, проходит, наверное, да, два-три дня. Вроде уже, вот да, вчера уже вот так вот из нос не лилось. Думаю, слава богу. Но, вчера, вчера заболело ухо и горло, то есть, я начала глотать, кстати, скажу, вот тут у меня было всё, вот эта щека была пухшая. Я уж не стала такой страшной вам снимать всё этот рассказ, потому что нагрузка очень большая, на плохо я говорила, естественно, и нагрузка, если долго говоришь, нагрузка идёт на челюсть, очень сильно уставала. эти дни, конечно, и лежала, и молчала. Вот. вчера, говорю, началось, хотя вот я повторюсь, начал отёк спадать, где сна вроде не болит, тут всё нормально. Но, вчера, когда начала глотать, было больно при глотании, тоже с этой стороны, я давала в ухо, ухо тоже больно было, то есть, когда я глотаю, я чувствую, что боль в ухе. Пало, что и без глотания ухо болело. Тоже, как-то я так перепугалась, но больше из-за уха. Но тоже подумала, что может быть отёк, может что-то, думаю, ну ладно, посмотрю, как завтра будет. Но вот сегодня встала, вроде бы уже ухо так не беспокоит, горло тоже так сильно, нет такого при глотании боли, и вот решила записать для вас это видео, потому что хоть что-то легче стало, более-менее отпустило. Эти дни нет, то есть никак и ничто. Вот я говорю, Пасха была, но никак. Честь символически дома мы, вот я говорю, благо, что ещё на улице сейчас дожди, особо не погуляешь. Вот уже второй день у нас ветра очень сильные, даже МЧС присылает эти, смс-ки, что сильные ветра, ураганы. Ну, все равно вот с вами поговорил опять. Уже тяжко начались. Я не буду заканчивать с вами этот влог. У меня он сегодня такой вот, баллотологический, разговорный. Рассказал вам всю ситуацию про свой жук мудрости. Ну, знаете, ещё самое прикольное, вот я начала о коронавирусе вам говорить, как всё это повлияло. На днях, ещё перед тем, как удалять зуб, через зубы, обнаружила ещё у цепи страны, тоже зуб мудрости, наверху, тоже начал крошиться. вот такая ещё одна беда. Плюс, когда я ходила в платную клинику, они мне сделали снимок, делали, она хотела посмотреть, какие корни в этом зубе мудрости. Вот. И, ну, может быть, чуть-чуть неправильно сделали, сначала всё-таки тоже тяжело сделать здесь снимок. Попал сюда ещё шестёрка, в этот снимок, и мне ещё обрадовали. Там у меня стоит коронка, а там корень тоже сгнил. То есть, этот зуб тоже на удаление в будущем, пока, правда, не болит. Вот. Но лечить надо. То есть, этот удалять, этот на лечении может быть, которое я сейчас сказала. Потом, не знаю, потом надо как-то что-то придумывать там, какие-то зубы ставить, какие-то коронки. Ну, в общем, у меня проблемы теперь вот с этим ртом моим, с зубами. То есть, задача такая большая, огромная. Кстати, у меня к вам просьба, дорогие мои. Если вы, вот я, знаете, сейчас задумалась об имплантах. Вот. На местах, если по одному зубу, да, вот у меня наверху нет одного. Внизу, если вдруг удалят, вот эта подкормка тоже не будет. Если на их место ставить имплант. Если кто-то из вас таким делом занимался, напишите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может, вы, ваши знакомые, родственники, кто-то делал эти импланты. Поделитесь впечатлениями. Потому что это что-то новое, неизведанное. Не знаю. Конечно, было бы неплохо. А если ставить вот эти мосты, тоже напишите. поделитесь, если кто-то ставил ваши впечатления. В общем, всё, что касается зубов и то, что вы уже можете что-то рассказать, пишите, пожалуйста, в комментариях. Очень вас прошу. Для меня это сейчас такая насущная проблема, которая будет занимать, наверное, мои мысли в ближайшие годы, месяцы. на этом с вами прощаюсь. Всех с прошедшим праздником. Я вот даже с этим зубом вот в свои соцсети не заходила. Там я смотрю, мне многие поздравляли, подарки присылали, но сил не было никаких. Поэтому, если кто-то меня посмотрит, сразу говорю, прошу прощения за то, что никого не поздравила там. Поздравляю вас сейчас через экран. Вот. Всем удачи, здоровья. Здоровье, конечно, в первую очередь, потому что это самое главное в нашей жизни. Все остальное приложится. Это все остальное мелочи. Главное здоровье. Всем пока. Надеюсь, скоро увижусь с вами. И пишите свои комментарии, делитесь впечатлениями. Субтитры сделал DimaTorzok